Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Свыше одного миллиона обращений. В главе государства поступили вопросы в прямом эфире со всей страны. Дагестан не стал исключением. Территория равенства в самом древнем городе России. Первый форум для инвалидов прошел в Дагестане. Они ждали этого много лет. Право на бесплатное лечение получил больной ребенок из Грузии, став гражданином нашей страны. Дагестанцам удалось задать вопрос Владимиру Путину. Жители села Ботлих в прошлом участники боевых действий 1999 года в прямом эфире озвучили просьбу о приравнивании участников статуса ветеранов боевых действий. Я бы простил вас, уважаемый Владимир Владимирович, решить этот вопрос не ради нас, не ради кого-то. Ради будущего Дагестана и России. Ради наших внуков. Для страны будет это неожиданно услышать. Но я вспомню это, когда люди из Дагестана обратились ко мне и сказали, что не хочет Россия или не может защитить саму себя и нас. Дайте нам оружие. Это касается не только Ботлихова, это касается и других населенных пунктов. Например, нельзя забыть Цумадинский район, где жители просто не пропустили на свою территорию бандитов. Это касается и других населенных пунктов, где люди взяли в руки оружие и защитили, как вы правильно сказали, и себя, и свою малую родину, и всю Россию от террористических банков. Поручаю правительство сделать это и сделать как можно быстрее. Вопрос в составлении списков соответствующих. Но я думаю, что это несложно, имея в виду, что люди, слава богу, живы, здоровы, и вы поможете это сделать. Отметим, в этом году главе государства поступило свыше 1 миллиона обращений. Путин отвечает на вопросы граждан страны в подобном формате уже в 17-й раз. Большинство россиян задают вопросы, касающиеся ЖКХ, здравоохранения, образования и социального обеспечения. Многодетным семьям помогут выплатить ипотечный кредит. Госдума накануне единогласно приняла соответствующий закон. Теперь семьи, где третий и последующий ребенок появились на свет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, имеют право на господдержку в размере 450 тысяч рублей для погашения кредита. Кроме того, данная компенсация не будет облагаться налогом. Для того, чтобы получить выплату, необходимо написать заявление и предоставить в банк с необходимым перечнем документов. Герой нашего следующего сюжета – 17-летний Ника Вишагори из Грузии. Ребенок болен и на протяжении многих лет не мог получить бесплатное лечение в нашей стране. Совсем недавно мечта всей семьи получить гражданство стала явью. Подробности трогательной истории в сюжете Карины Баталовой. Семья Вишагори переехала в Дагестан, в село Качубэ, еще в 2000 году. Спустя время после рождения младшего сына Ника у ребенка диагностировали тяжелую хроническую болезнь почек. Вскоре умер отец. Мать осталась одна с двумя детьми и страшным недугом. Много лет она пыталась получить российское гражданство, чтобы получить возможность бесплатно лечить сына в больницах страны. Но долгое время попытки были тщетны. Сколько вы не могли получить паспорт? Почти 4-5 год уже надоело. Он сказал, скоро будет, скоро будет. Прошло один год, второй. Не так давно Нино пришла на прием в управлении по вопросам миграции Дагестана. Учитывая ее особый случай, проблему постарались решить в кратчайшие сроки. Наш будущий патриот Родины завалил согласно закону, 62-го закона о гражданстве. Гражданство мы документы рассматриваем в течение 6 месяцев. С учетом вашего положения, я доложил министру, было принято решение в течение двух месяцев. Мы все сделали и сегодня в таком обстановке вручаем нашему герою паспорт гражданина Российской Федерации. Поздравляю. Теперь у НИКО появилась возможность получить бесплатную медицинскую помощь на территории уже родной страны. В скором будущем мать отправится с сыном на лечение в Москву и, возможно, станет его донором. Карина Баталова, Патимат Кадеева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Тарумовский район. Плату за коммунальные услуги могут повысить со следующего года. В 2020 году в России планируют изменить норматив отопления. Платежи за ЖКХ могут вырасти преимущественно у тех, кто проживает с первого по четвертый этажи. Отметим, изменения в области платы должны были внедрить еще в 2016 году. Однако Минстрой России принял решение о переносе сроков на 4 года. На благоустройство дворов Махачкалы направят более 1 миллиарда рублей. Мероприятие проводится в рамках реализации программы в формировании современной городской среды. Так, в текущем году на благоустройство города направят более 200 миллионов рублей. Планируется проведение минимальных работ, в которые входят внутридворовые проезды, оборудование детских и спортплощадок, установка скамеек и урн. В число общественных территорий вошли парк «50-летие октября», Радубский бульвар, летняя филармония, сквер поселки Семендеры и в поселке Шамхал. На завершение работ по благоустройству 1 миллиард рублей получит и Дербент. Средства поступят из федерального бюджета, и еще почти 55 миллионов рублей городу будет выделено из республиканского бюджета. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram мэр Дербента Хизри Абакаров. Он отметил, что деньги пойдут на ремонт и реконструкцию 14 улиц, а также на создание одного прокола под железной дорогой. Начало работ намечено на конец 2019-го, начало 2020-го. Ну а пока там прошел первый молодежный форум для инвалидов. Его участниками стали сотни человек со всех республик Северного Кавказа, а также молодежь из Азербайджана. О чем говорили на форуме «Территория равенства» расскажет Зумруд Гамидова. Лидерство команды образования и взаимопонимания – то, о чем говорят на этом форуме. А еще здесь помогут реализовать различные проекты. Участники предлагают идеи, эксперты направляют и подсказывают, как их реализовать. С различными мероприятиями, площадками мы их ищем, да, в чем они могут развиваться, в какую сторону им есть интерес. Им было достаточно интересно, очень активно участвовали, и очень такие заведенные, зажженные сегодня. Здесь созданы все условия для реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Программа форума насыщена. Лекции, тренинги, квесты. Тренеры стараются формировать и повышать их гражданский потенциал и активную жизненную позицию. Но главная задача – помочь раскрыть свои таланты и возможности. Весь форум направлен на получение новой информации, на разнообразную комплексную реабилитацию людей с нарушением зрения, социокультурную, спортивную, социальную, информационную, чтобы люди узнали как можно информации. А информация – это возможности, которые им предоставляет жизнь, возможности образования, возможности трудоустройства, возможности самозанятости. Сами участники считают, что такие форумы дают стимул для самореализации и возможность найти новых друзей, как, например, это сделал Саид Саид Гусейнов. Здесь он познакомился с новыми людьми, которые разделяют его интересы. Продолжать дружбу с ними парень будет и после форума. Мне очень нравится, я впечатлен, и я думаю, что в будущем будет еще лучше. У меня есть своя деятельность, и она медиаиндустриальная, и поэтому многие люди, которые тоже занимаются музыкой, я нашел с ними общий язык, и мы будем в дальнейшем общаться, сотрудничать. Форум среди молодых инвалидов проходит в Дагестане впервые. Это новый формат для республики. Но организаторы планируют сделать его традиционным. И о спорте. Сегодня в Махачкале стартовал третий республиканский турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы Тимура Гайдалова. Поединки юношей 2006-2007 годов рождения проходят на базе спортшколы имени Бузая Ибрагимова. Подробности в сюжете Курбана Рагимова. Работать первым номером и держать дистанцию – задача Асина Шабанова на стартовый поединок была предельно проста. Хасавертовец превосходил соперника в росте и умело воспользовался длиной рук. Теперь подпечный тренера Алия Сханова на шаг приблизился к своей 17-й золотой медали на соревнованиях. Я был выше ростом, мне было легче его отбоксировать. И дистанцию использовал. Я пришел сюда за победу, чтобы выиграть. Поддержать Асина Шабанова и всех других участников на турнир съехалась практически вся элита дагестанского бокса, олимпийские чемпионы и призеры других крупных соревнований. Эти мастера кожаной перчатки, как никто иной знает, такие турниры служат для подрастающего поколения хорошим трамплином в мир большого бокса. Мы все начинали с таких турниров подростковых. Стремились стать чемпионами своей школы, города, республики. Это, во-первых, опыт. Бесценный опыт для этих ребят. Потому что, начиная отсюда, они будут защищать честь нашей республики за границами, а потом честь нашей страны за рубежом. К турниру на призы Тимура Гайдалова предшествовал отбор. Сюда попали по восемь лучших боксеров из пяти зон Дагестана. Награды оспаривают в 18 весовых категориях. Соревнования проводят в третий раз, и они уже вошли в календарь Минспорта Республики. Сам Гайдалов уверен, участие в одном таком турнире заменяет несколько месяцев тренировок. Для меня это, конечно, прежде всего, ответственность. Если молодые боксеры связывают с моим именем какое-то свое развитие и так далее, я готов помочь в этом участвовать. Большой импульс ребята получают за один турнир. Просто даже они пришли, взвесились. Потом вот эти переживания, которые у них бывают до начала. Как говорят, спортивный мандраж. Это все закаляет человека и выплавляет его, как в печи булатную сталь. Это действительно уже на две-три головы, на голову выше ребята становятся после этого турнира. Турнир продлится еще в течение трех дней. Финальные поединки запланированы на 23 июня. Курбан Рагимов, Салман Гитихмаев, Хадижа Кадиева, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме. Также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова